Вы хотите зарабатывать от 10 до 200 тысяч рублей в день? Хотите заработать на квартиру, желаемый автомобиль, летние путешествия в кратчайшие сроки, независимо от своего офиса и своего босса? Тогда начни зарабатывать прямо сейчас! Ссылка на сайт для заработка в описании. Так, друзья, всем приветики! Сегодня мы приехали в Лавину, это считается одним из самых больших магазинов в Украине, общетруговых центров. Приехали покупать мы какие-то вещички. Просто почему мы приехали в этот магазин, потому что здесь находится именно тот магазин, в который я очень давно хотела попасть. Охрана, отмена, 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 вень ночи. А в Ашане, кстати, как обычно, много людей. Ну, это же Ашан. Так, друзья, я себе беру свою любимую кокосовую воду. Саша взял себе шот и взял? Любимый доктор Пеппер. Доктор Пеппер. Лучшее, друзья, что мы могли придумать, люди, это касса самообслуживания. Здесь все очень легко и просто. Побегли. Любимый Саша напиток, кстати, я тоже полюбила. Раньше я не очень любила доктор Пеппер, но потом как-то в один момент Саша его тоже покупал, покупал, и я такая, такая попробовала, ну, блин, это, кстати, вкусно. И тоже в последнее время вот так распробовала. Напишите, любите ли вы доктор Пеппер или не. В смысле вкусно? Что? В смысле? Это божественно. Божественно, ладно, извиняюсь. Мне бы нравилось, да. Так что напишите, напишите, нравится вам или нет. Что-то у всех смеются, что-то у кого-то нервные присутки происходят. Иначе вот так я не люблю таких людей, когда видят камеру, либо не знаю, либо человек, ну, вот идет снимать, разговаривать, снимать видео, иначе надо ржать, как будто бы у них приступ эпилепсии случился. Вот такие люди неадекватные какие-то. Это у них панический смех или как это? Панические, это когда, блядь, когда отчаянный смех. Да. Просто реально не понимают этих людей. Камера в 21 веке уже, наверное, все свыкли с тем, что камера это нормально. Да, кстати, Саш, вот этот магазин, заходим выбирать одежку. Так вот, все. Сейчас будем мериться, покажу вам, что в итоге выберу. Покажи. Сфоткаюсь, сделаю фотку. В трех образах я сделаю фотку мне, чтобы потом бубить. И первый образ, с которым я сфоткаюсь, это был Джак. Таким местонами, это сфоткаюсь. Думаю, будет очень красиво. В этом образе уже сфоткаюсь, я посмотрела, как он выглядит. Давайте еще, так, еще нужно подобрать два образа, чтобы сфотка тоже потом определилась. Так, я знаю, что многим не нравится такой образ, но мне тоже не нравится, что она хочет мерить. Теперь, что это с этого получится? Смотришь, ты знаешь, ну, девчонки оба, зачем ты его скомбинируешь? Так, будем померить вот такие вот чтения, как я уже сказала. И такой уходит с резервисовыми девчонками. У меня просто непривычно, я просто никогда в таком не ходила. Наоборот, она возвращается к этой вот. Все, друзья, сейчас я буду мерить последний, третий образ, и буду определяться уже из этих трех образов, что мы будем врать. Я бы, наверное, не знаю, не рискнула бы врать эти штаны. Не знаю, как тебе? Ну, очень необычно смотрится. Ну, не знаю, просто, как оно. Ты в них, как будто не ты. Просто очень непривычно. Для тебя это очень непривычно. И что, друзья? Самый непривычный, еще больше, еще больший образ для меня, это платье, потому что платья нашу крайне редко, еще и с каблуком. Ну, в общем, не смотрите на цвет туфель, потому что мне их ударил, если бы их не было, поэтому мне не могут не подходить к платью. Тут бы было бы идеально черные туфли. Но, в общем... Спасибо за голову. Спасибо за вечер. Спасибо, хорошего вечера. Ну что, довольны? Да, мы взяли пока что только пиджак, так как брюки мы были немного велики. А второй комплект, я, ну, я не совсем понимаю, куда будем носить такие брюки. А так взяла пиджак, он очень универсальный, подходит как и к осинам, как и к джинсам, так и брюки. Я хочу взять немного другие, чем те, которые были в первом варианте, но взяли пиджак. А фотка классная? Не, кстати, фоткать ты, ну, я не знаю, где ты научишься фоткать за определенный срок, но это очень классно. Ну, это очень полезный навык. Пришлось, пришлось, друзья, потому что когда тебя девушка просит сфоткать, проще потратить какое-то время и научиться нормально фоткать, чем портить свои нервы во время того, как ты фоткаешь. Не, ну ты очень хорошо, очень хорошо фоткаешь. Тебя, знаешь, если раньше там как-то не тот ракурс, там не свет, не очень, там, я позу, там, встал, ты не скажешь, что-то нужно что-то поменять. А теперь, короче, он делает сразу 3-5 фоток, и все 3-5 фоток они хорошие. Все, друзья, в общем, я осталась очень и очень довольна. Конечно же, я хотела побольше чего, но пока что остановилась на одном пиджаке. А дальше уже будем смотреть и подбирать дальше разные образы к этому пиджаку, разную одежку. Сейчас, наверное, пойдем уже домой, потому что очень много еще планов, и нужно много чего еще сделать. Ким, я скучала, мой кабачок. Приехала. Ну, вот моя посылочка. Ну, вы уже поняли, что мы взяли. Тот розовый пиджачок. Не знаю, понравилось ли мне больше всего. Все, я порванил картошку. Спасибо, я так хотела счастье. Я хотел сказать, что это Настюша ко мне 2 чайных сделала. Так, давай определимся, кто делал и кто кому сделала. С Нюшем сделала 2 кружки чая, у меня так холодно. Спасибо. А ты снимаешь, что ты его будешь пить? Угу. Уже так его будешь. Я бы поделился с Настюша, если бы она его пила. Сейчас ты мне картошечку жаришь. Спасибо. Спасибо.